так давайте идем дальше у нас такой у нас так идет несколько выступлений которые немножко более связаны там с выпечкой кстати отдельный момент вот кто очень темой выпечки и вообще хлебопекарной истории интересуется моя рекомендация внимательно следить за коллегами которые делают мероприятие пищевка 3d совершенно мой респект им в том как они создают мы больше управленческого характера все-таки делаем выступления собираем у них очень много практики которая вам нужна не экономьте вот на таком обучении на такой прокачки я настоятельно рекомендую соответственно у них по следующий раз в октябре будет было в мае сейчас в октябре а теперь я приглашаю торговая сеть лента татьяна мальцева руководитель направления пекарни татьяна идет к нам знаете одна из тем которую мы сегодня с ней разберем а именно собственно производство торговой сети лента конкурируем на полке готовой еды с другими поставщиками как эта тема на самом деле многих сейчас интересует тут еще знаете мы еще здесь не трогаем практически собственную торговую марку это отдельная история кстати очень многие я очень много отказов сделала по этому мероприятию которые путали собственное производство и собственную торговую марку вот это мы сегодня практически не затрагиваем так вот расскажи как сейчас вам приходится именно отстаивать в свои возможности и зарабатывать начинаем быстро да 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 значит поговорим только о собственном производстве собственную торговую марку мы не трогаем и как на конкурируем на полке и собственно торговая марка из продукции сторонних поставщиков промышленных поставщиков но просто верхний уровни вада из чего состоит структура собственного производства торговая сети Это, конечно же, пекарни. Пекарни у нас работают по полному циклу производства на замороженных полуфабрикатах. Есть у нас 30 больших пекарен, которые сами замораживают полуфабрикаты хлебобулочных хлеб, мелкоштучка, развозят на другие гипермаркеты, и там цикл уже тоже идет сокращенный, усеченный мы его называем, там, где только идет выточка. Вырабатываем их хлебобулочные изделия, мелкоштучные изделия, кондитерские изделия. Дальше кулинарное производство, ну, тоже все видели витрины наши, это салатная группа, большая представленность, готовые блюда, также пробуем снеки, стритфуд, как мы его называем, все это тоже есть в нашей матрице, суши, роллы пытаемся запускать. Вот, вообще нет ни ограничений, вот, все, что нам интересно, то и пробуем. Ну, и мясное производство, переработка мяса и рыбы, кусок, разруб, кость, ближе микрофон, да, разруб на кости, переработка полуфабрикаты, котлеты, купаты, колбасы, тоже широкий достаточно спектр. Вот, и куда мы пошли три года назад? Пошли в организацию централизованных производств, принято решение, что компания Лента будет укропнять свое производство, не ограничиваясь только цехами, расположенные на территории магазинов, а построить еще свои централизованные производства. И у нас появились три площадки. На фотографии вы видите не конкретные цеха, а распределительные центры. Именно централизованное производство построено на этих площадках. Ну, вы все знаете, цикл, срок годности продукции не очень высокий на наших категориях, во всех. И поэтому, чтобы сократить плечо доставки от цеха до магазина, принято решение на территории РЦ организовать, построить эти цеха. И у нас идет отгрузка сразу с цеха на РЦ, а из РЦ в магазин, и отгрузка идет два раза в сутки. Вот. Ну, очень быстро это все делается. И вот первая картинка. Это первое централизованное производство, расположенное в Санкт-Петербурге, в Тосинском районе. Это РЦ открыли недавно, год назад. Это вот прям конкретная его фотография. И там запущен на сегодняшний день цех по переработке рыбы и мяса. Делается и разруб, делаются полуфабрикаты, если не ошибаюсь. Порядка 90 тонн в месяц они сейчас отгружают, но предела, конечно же, этому нет. Будут расширяться. Дальше самая большая площадка централизованного производства. Это у нас Москва, Домодедово, Большой логистический центр Валищево. Там же тоже у нас построены РЦ. Открыли его также год назад. Но оно здесь большое. Содержит большее количество цехов. Это и мясной, и рыбный. Большой цех пекарни. Большой цех кулинарной продукции. Ну если вот прям подробно. Мясной цех также разрубы полуфабрикаты. Кулинарное производство. Это и корейские салаты, готовые блюда. Простые салаты майонезные и на растительном масле. Хлебопекарная. Это линия Ронда у нас стоит. Там, где мы вырабатываем замороженные мелкоштучные полуфабрикаты и пироги. Сейчас у нас эта линия уже встала в производство. И наращиваем свои объемы. И у нас еще также в Подмосковье есть большой кондитерский цех. У него также статус централизованного производства. Там кремовые кондитерские изделия, торты, пирожные вырабатываются. И на всю Москву отправляются. Тоже с достаточно высокой выработкой. Что еще забыла сказать. На централизованном производстве Валищева еще колбасные цехи. Настоящая колбаса в оболочках, в натуральных оболочках, в искусственных. Достаточно вкусные. И там еще есть мясные деликатесы. Еще одно централизованное производство. Это в Сибири, тоже на территории РЦ. Там тоже пока только мясо, рыба. Но у нас там есть еще резерв по мощности и по площадям. Можем также построить кондитерский цех или пекарню. Будет зависеть от развития всей ситуации. И у нас еще есть централизованное производство на Урале. Это город Пермь. Оно у нас появилось в результате слияния с сетью «Семья». Мы там купили еще и два бренда вместе с этими цехами. Это киты еды, вырабатывающие кулинарное производство. И девочки в восторге кондитерского производства. Ну, собственно, исходя из всего этого, мы начинаем конкурировать на полке. Выходим с новым товаром и выставляем его на наши витрины. Ну и что такое конкуренция? Такой простенький слайд. Совокупность неких таких направлений. Но первое – это, конечно, во главе всего качество свежесть, уникальность продукта, лучшие места на полке, гибкость ассортиментной матрицы. Обязательно это наш персонал. Я тоже подробнее потом о нем поговорю. И лучшее ценовое предложение. Ну вот теперь каждый быстро разберем. Качество и свежесть. Понятно, что мы сейчас занимаемся внедрениями всевозможных практик по прослеживаемости продукции. На централизованных производствах пытаемся внедрить Z-фортионный учет. Это прослеживаемость, которая регламентируется регламентами таможенного союза. Ну там, в большей или меньшей степени мы это усвоили. Мы продолжаем там работу в этом направлении. Пытаемся все это автоматизировать. Ну и, естественно, наша сеть построена на принципах использования только свежего сырья, качественного сырья, ингредиентов, контроля сроков годности. У нас большая служба качества. Естественно, все это контролируется. Но хочется больше поговорить, наверное, о ценовом предложении. Следующий слайд – это будет по гибкости ассортиментной матрицы. Естественно, всегда отслеживаем, и у нас очень большая, богатая аналитика и по поводу покупательского спроса, и как наш продукт чувствуют на полке, какие продукты нам надо разработать, более дешевые или более дорогие. Ну, как я уже говорила, сейчас мы нуждаемся в более дешевых, вот работаем в этом направлении. И разработка продукта по заданным ценовым сегментам. В этом тоже, я считаю, очень глубокие эксперты. Так, нескромно, но у нас все получается пока. Ну, эксклюзивность продукта. Даже вот перед тем, как делать эту презентацию, общалась с коллегами из других сетей, да, и когда я говорила, спрашивала, ну, в чем же все-таки уникальность? Ну, это действительно наше преимущество – это эксклюзивность. Ну, эксклюзивность рецептуры, эксклюзивность каких-то линеек отдельных. Ну, вот на фотографии есть, допустим, рустикальный хлеб, который мы запустили относительно недавно, три года назад. Абсолютно эксклюзивная линейка. Она полностью ручной работы, и мы позиционировали ее потом и раскручивали именно с того, что это рустикальность, ручное, там, длительное ображение. Все это мы рассказывали покупателю. Ну, и, конечно, создание нового бренда. У нас сейчас действует бренд «Лента по-домашнему», если вы обращали внимание. Ну, вот у нас следующий заход – это лента «Фрэш». Говорят, похожа упаковка на перекресток, на бренд «Перекрестка». Ну, не знаю, как она у нас пойдет. Может быть, еще наш маркетинг передумает и перерисует. Но в любом случае мы всегда смотрим на бренды других, анализируем их. Ну, и хотим тоже быть узнаваемыми на полке и иметь свой, собственно, сильный бренд. Гибкость ассортиментной матрицы. Ну, она у нас достаточно гибкая. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть сезонные колебания ассортимента. Это новогодние продажи, пасхальные. Шашлычный сезон сейчас идет. Естественно, мы ко всем этим сезонам готовимся очень тщательно. Ну, например, вот на Пасху мы начали уже готовиться, только подвели итоги 2022 года. Да, у нас уже разработки на 2023 год. Пытаемся сейчас закупить. С поставщиком форм связались. Вот из Италии, оказывается, у нас идет эта бумага. Да, и лучше ее закупить сейчас. И потом нам, производитель, сделает эти куличные формы. Чем мы потом будем под Новый год, непонятно, где их искать. Ну, естественно, это региональный ассортимент, национальный ассортимент. Вот Галибко на фотографии. Это Петрозаводск, это наша Карелия. Ну, естественно, мы делаем и осетинские пироги, мы делаем всевозможные шанишки на Урале. Регионально здесь у нас тоже присутствуют, что тоже также отличает нас на полке от промышленных. Ну, и лучшее место на полке. Понятно, что мы занимаем лучшие места. Близость витрины к цехам, золотые полки, как их называют. У нас очень быстрый вход на полку. Я знаю, как очень часто и промышленники к нам обращаются. Ну, как же нам завести тот или иной товар, положить на какую-то полку? У них есть с этим трудности. Пересчитываются квоты на местах. Это, наверное, тоже есть в каждой сети. Я здесь не оригинально. Но собственного производства ограничений таких нет. Поэтому быстро разработали новинку, быстро положили ее на полку и начали торговать. Это наше тоже преимущество. Ну, и плюс каналы продвижения. Я здесь указала 9 каналов. Не все, наверное, каналы на широкую аудиторию нашу действуют. Такие, как на интернет-просторах у нас есть всевозможные ролики, сайты. Не все пожилые наши покупатели могут пройти, посмотреть там и как-то поинтересоваться. Но всеми этими каналами продвижения мы, конечно, пользуемся. И наш персонал. Все, чтобы мы не делали в центральном офисе, не считали цены, не выводили ассортимент новый, там не заменяли одну технологию продаж на другую. Если у нас не будет персонала, то все это не будет работать. Но персонал – это вообще объявленная ценность компании в прошлом году. Из персонала мы очень много работаем. Важно донести до нашего персонала, как правильно торговать нашими новинками. Ну, вы тоже все прекрасно знаете, что половина нашего технологического персонала просто плохо читают по-русски и говорят по-русски. Поэтому начали переходить на какие-то разработку нормативных документов в картинках. Ну, это действительно так. Мы сначала пишем документ для более высокого менеджмента, для начальников производства, директоров производства, где написано все правильными терминами. А потом такой же документ, но более понятный в картинках, мы разрабатываем для персонала. Ну, в частности, у нас там есть стратегия пекарни, где описано, как должна работать пекарня. У нас есть и стратегия по мясному производству, где описаны все моменты, как должно работать мясной цех, кулинарный цех. Ну, и все то же самое есть в картинках, где любой может подойти, взять, посмотреть эти материалы, да, и понять, как довести эту информацию. Есть в картинках, как правильно упаковать продукты, там, с примерами, можно или нельзя. Ну, и всевозможное обучение с выездом на магазины. Это проводится регулярно по списку. Ну, конечно, во время пандемии у нас немножко этот процесс затянулся. Не все могли принять обучаторов, так скажем, на свои магазины. Но, тем не менее, где была возможность, мы всегда это делали и обучение проводили. Ну, плюс, возможно, вебинары проводим по обучению. В общем, с персоналом очень много работаем. Без этого никак. Я думаю, будет только эта работа наращиваться. Ну, и, естественно, у нас есть точки роста по качеству. Абсолютно верно, есть куда нам работать, есть куда стремиться. Это тоже нескончаемая работа с выработкой каких-то правил, новых технологий. Уникальность ассортиментной матрицы. Тоже никак нельзя нам прекращать работать в этом направлении. Искать новые продукты, новое сырье. Даже в наших ограничительных ситуациях, в условиях, которые есть сейчас. И подача продукта посредством торгового оборудования. Мы принимаем, что у нас есть вопросы, есть проблемы по нашему торговому оборудованию. Несколько раз мы подходили к тому, чтобы поменять его, сделать более современным, удобным, с подсветками, со всем, что можно. Ну, где-то получается, где-то не очень. Поэтому это наша точка роста. Вот. В целом это все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.